Всем привет! Рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Асель. Сегодня я хочу с вами поговорить о спонжах коньяку. Еще называют конжаковыми спонжами. Кто как привык. Данные спонжи изготавливаются из корней одноименного растения. Вернее из их кубных муковиц, которые произрастают в Средней Азии. Это растение так и называется коньяку. Спонж выглядит как объемная губка и имеет форму полусферы. Легко помещается в ладошку. И чаще всего здесь пройдет вот такая вот ниточка для удобства хранения. Она обычно очень тонкая, но довольно прочная. Спонжи бывают белым цветом. Также бывают, встречаются такие вот черные, как в данном случае. Здесь идет с добавлением древесного угля. Также есть спонжи зеленые. Там добавляют глину, либо зеленый чай. Есть желтый, малиновый и даже коралловый. Все это зависит от добавленных ингредиентов. Но на практике это мало влияет на действие самого спонжа. Для меня это больше, скажем так, маркетинговый ход. Губка имеет бархатистую, мягкую, пористую текстуру. И даже она вот немножечко такая вот желеобразная. На мощном состоянии очень легко возвращается в свою исходную форму, как бы вы ее не деформировали. И также является абсолютно гипоаллергенной, так как изготовлена из натуральных природных материалов. Данный продукт подходит для любого типа кожи. Но, разумеется, я его особенно рекомендую для жирной кожи с расширенными порами, либо для комбинированной кожи, склонной к жирности. Многие по незнанию полагают, что данным спонжем можно пользоваться не чаще, чем два раза в неделю. Думаю, что более частое использование может как-то травмировать вашу кожу. На самом же деле это просто средство для умывания и очищения кожи. Они очень мягкие, деликатные и подходят для ежедневного очищения. Они не травмируют кожу, не раздражают ее, удаляют очень мягко излишки себума, очищают поры и удаляют роговевшие клетки с поверхности нашей кожи. Кожа после этого становится на ощупь более гладкой, бархатистой и даже выравнивается тон кожи. Это происходит за счет того, что происходит приток крови кожи и улучшается микроциркуляция. Данный спонжем можно использовать вместе с пенкой для умывания, с гелем и также прекрасно он справляется самостоятельно. Так как у меня кожа жирная, с расширенными порами, то я ее использую практически в ту губку каждый день, а то и два раза в день. Использую его вместе с пенкой для умывания, также при помощи него смываю всякие различные глиняные маски, и даже гидрофильное масло. Я его использую такими вот круговыми полирующими движениями, и с него очень хорошо смываются все средства, не окрашивают его и не оставляют практически никакого запаха. Из соображений гигиены данные спонжи лучше хранить в сухом виде, подвесив как раз-таки вот за эту вот веревочку. Из этих же соображений их лучше хранить не в ванной комнате, так как там повышенная влажность, и это значительно замедлит процесс высыхания. Срок службы данных спонжей от 2 до 3 месяцев, все зависит от частоты использования, условий хранения, эксплуатации и так далее. Данные спонжи лучше сильно не выжимать, не скручивать их, так как вы можете повредить и деформировать волокна, из которых он состоит. Это, разумеется, сократит срок эксплуатации вашего спонжа. Лучше его промыть водой, желательно не сильно горячей, немножечко его слегка отжать и повесить его сушиться. В засушенном виде эти губки значительно теряют в объеме, становятся твердыми, по внешнему виду напоминают пензу. То есть они абсолютно теряют свой товарный вид. По этой причине их продают вот в таком вот влажном виде, в герметичной упаковке. Ну, чтобы их вернуть в свою привлекательную форму, их просто необходимо для этого намочить. На сегодня все. Спасибо, кто досмотрел мое видео до конца. Отдельное спасибо тем, кто ставит лайки, оставляет комментарии. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok